У меня с мобильника что-то глючит Начал и звук Именно А может быть и мобильник пора уже менять Короче говоря Я хочу ответить обоим И Юлии и Борису Я там написал Борис, ну я не понял Вашего комментария Хотя, а вот комментарий Юлии У меня вызвал Ну такие очень серьезные Размышления И я заготовил ответы И думал я вернусь домой И на компьютере Напечатаю Подробный комментарий Почти эссе По поводу заборов Ну вот Речь о заборах, да Я Давно теоретически понимал А практически недавно Научился Использовать все вот эти вот Неказистости Все несуразности Всю вот Особенно в Иркутске Встречающийся Вот это мусор Или не мусор Ну короче говоря Мы живем как На помойке во время войны Иркутск Весь В каких-то заборах В каких-то Строительном мусоре Постоянная стройка Кто-то Приехавший В Россию А уж Наверное Тем более В Иркутск Наверное После долгого Пребывания за границей Сказал Что у меня такое впечатление Что война у вас не кончилась Он уехал во время войны Там Эвакуировался Вот Примерно Война у нас продолжается А у нас в Иркутске Еще Меня поражает Что мы постоянно Ходим по каким-то Строительным Мосткам Местам Постоянный ремонт Везде Везде Ну такая Стройка коммунизма Она вот Идет Абсолютно Вот Иркутск За исключением Очень небольших мест Вот даже на площади Кирова На которой я сейчас нахожусь И то вот Видите у меня за спиной Сколько мусора Такого Визуального Ну Это отдельная тема А забор Как раз вот И вызвал Размышления Хорошо Это же хорошо Что я Наконец Научился практически Это использовать И Раньше я тоже боялся Вот как фотографы боятся Фотографы между прочим В своих этих самых фотошопах Постоянно убирают провода Столбы там Ну вот это вот все Всю мишуру Вот Особенно Много появилось Дорожных знаков Гаишники с ума сходят Они там Лепят по три По четыре знака По пять По десять На один столб Два столба рядом Это ужас Это ужас какой-то Просто Визуально Вот Простые люди Можете этого не замечают А мне Архитектору Художнику Визуально Это Такой мусор Я живу в таком Хаосе И рисовать Это вообще очень сложно Рисовать Я вообще не понимаю Что рисовать Особенно Когда касается Рекламы Реклама вообще Уничтожила лицо Города Если еще Я научился Использовать Вот эти заборы Столбы И все вот эти детали В положительном Их качестве То Что делать с рекламой Я не знаю Я вообще теряюсь Потому что Когда я вижу Фасад здания Старого Ну полностью Залеплены рекламы Или вот У меня видите На фоне Меня Вот там сзади Вот Да Это Стена такая Кирпичная Вся уделанная Граффити Это на центральной площади Да Административной Да Столица Сибири у нас А вот Сзади Сейчас понастроили Каких-то вот этих Вот Видите у меня за спиной Там Тумбочки какие-то А еще что-то Тут вот где-то Вот Эти бородашки Вот этих домиков Ну и так далее Трудно Трудно Ну вот то что там Забор он родной В общем-то Может быть Не столько это эпатажно Но конечно Это не самый Привычный вариант Короче Интересная тема И выводит она На размышления Которые называются Эстетизация Безобразного Потому что Когда я рисую Вот этот вот Старый город И вообще город рисую И вообще человек рисую Да То Я же конечно вижу Все недостатки Этого человека Я вижу Все недостатки города Я вижу всю грязь Я всегда Нахожусь В полном Таком вот Сомнении Как рисовать-то Быть украшателем То есть Видеть весь этот мусор И его не рисовать Нельзя Когда я врать Начинаю Да Этих Покосившиеся заборы Если я их Начну рисовать То Ну я становлюсь В общем-то Документалистом Каким-то Вопрос Творческий Вопрос Очень интересный И упирается Он вообще В очень сложный Вообще Философский вопрос Эстетизации Безобразного Да Вот в какой-то мере Это можно сделать В какой-то мере Это получается Со столбами С заборами С проводами Я научился справляться Научился их Использовать Как бы в положительном Качестве Ведь это как Опять про Фотографов Они убирают Морщинки Там у человека Родинки Прычки И так далее А художнику Наверное Негоже Заниматься Этим Украшательством Этим Гламуром Художник Должен Это использовать Не прятать Не бояться Уметь С этим Справляться При этом Не впадая Не впадая Ни В чернуху То есть В карикатуру Ни в другую Крайность Это вот такая Гламурное Приукрашивание Ну короче говоря Нужно быть Позитивным Во взаимоотношениях С окружающим Миром Графика Искусство Нас этому Учит И вот Может быть Это замечание Про этот забор Очень мне интересно И Навело Вот на эти Мысли Да Это моя Маленькая победа Над хаосом Над безобразием При этом Я не обманывал Я его Не эстетизировал При этом Ну Что-то получилось Интересно Спасибо вам Спасибо вам Юлия За этот Комментарий Который Такой вот Интересный Да А вам Борис Я Выскажу Рекламацию Я вообще Не понял Зачем Этот длинный Длинный Ваш Технический Текст Со Спецификациями Там Тактико-техническими Показателями Всех заборов Ну В данном случае Вот Согласитесь Что разговор Об эстетике Эстетических Вариантах Этого вопроса Он гораздо Интереснее Да Чем Противоречие Вот На уровне Возражений Всегда Интересно Искать Точки Соприкосновения Всегда Интересно Искать Творческие Какие-то Взаимности А Опровергать Это Это Не 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 дело Художника Не дело Творца Так что Давайте Добавляйте мне Что-нибудь Там Позитивного